Привет всем! Это видео создано для тех, кто имеет проблемы с охлаждающей системой автомобиля. А именно для тех, кто думает, что проблемы эти составят, и причина проблемы, крышка охлаждающей системы автомобиля. Я вам покажу простой лайфхак, как легко проверить на работоспособность крышку, работает или нет. Это видео по сути продолжение другого видео, крышка, пробка радиатора или расширительного прачка, предохранительный клапан, не держит давление или держит избыточное давление, как проверить клапан. Есть много видео о том, как можно проверить работоспособность крышки, и ребята для этого делают специальные стенды. Но хочу вам сказать, что проверить её можно также очень простым методом. Но прошу вас максимально соблюдать технику безопасности, чтобы не обжиться. Поэтому лучше проверку сделать на холодном двигателе. Всё очень легко и просто. Ищем обратный шланг слива антифреза из бачка. Отсоединяем её от бачка и надежно заглушаем с помощью плоскогулцы, хомута или проволоки. Потом, вот на этом отверстии, подсоединяем шланг с манометром для подкачки колёс и осторожно медленно в бачке закачиваем воздух. Если у вас нет компрессора для подкачки шлин, тогда вы уже догадались, что это можно сделать в вулканизации шин. Главное не закачать в системе более 2,2 атмосфер, чтобы резиновые патрубки в двигателе не лопнули. Недавно был у меня такой случай. Индикатор уровня воды на панели приборов начал мигать и выдавать стревожный сигнал о том, что в системе критичный уровень антифреза, а температура была нормальной. Я автомобиль сразу восстановил. Открыл капот и в расширительном пачке не было ни капли антифреза. Загручил двигатель и начал откручивать крышку пачка, чтобы дали антифрез и потом начать искать, где утечка. Как только я откручивал крышку расширительного пачка, я услышал пшиканье. Давление с шатый воздух вырвался на улицу, и пачок сама начала пополняться антифрезом. Антифрез возвратился в пачке, которая была вжата в двигатель, и в результате резиновые патрубки были раздуты. И сразу я догадался, что клапан крышки заклинило. Принцип работы и предназначения крышки многим известно. В крышке находится предохранительный клапан, который регулирует давление охлаждающей системы. При избыточном давлении клапан открывается и выбрасывает лишний воздух на улице. Итак, медленно и осторожно закачиваем воздух в пачке. Сразу стоит отметить, что в зависимости от автомобиля давление в системе охлаждения будет отличаться в разных автомобилях. Приведем среднее значение. Это примерно в большинстве случаев от 1 до 2 баров. В редких ситуациях давление может доходить до 2 бар. Если во время проверки давление в пачке спрасывается раньше 1 бара, или давление не спрасывается до 2 баров, тогда такую крышку нужно заменить. Моя крышка, например, спрасывает давление около 1,5 баров, и это нормально. После этого случая клапан моей крышки работает отлично. Продолжение следует...